5 минут с Богом Это особенное время. Несколько минут времени, которые мы посвящаем Богу, они могут изменить всю нашу жизнь. И я в это верю, и это знаю, потому что я практикую отношения с Богом каждый день в моей жизни, и это становится для меня естественным, нормальным. И когда я прихожу к Богу, я открыт, чтобы слышать Его Слово, потому что Бог Словом изменяет нашу жизнь. Не какими-то действиями вне нас, но прежде всего мы хотим изменить наше сердце, изменить наше мышление, наш взгляд и дать нам основание веры. Потому что вера приходит от слышания Слова Божьего. Поэтому сегодня я хочу прочитать с вами из первого послания Иоанна, 2 главы, с 1 стиха. Мы прочитаем такие слова. «Дети мои, вот пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа Праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповедь Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина любовь Божья совершилась. Из этого узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имеете от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала, но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна». Замечательные слова. Мне очень нравятся эти послания, послания Иоанна, Иакова. Это очень удивительное откровение о жизни с Богом. Поэтому, когда мы читаем эти слова, мы должны увидеть сердце Бога, сердце Отца. Насколько Он желает, чтобы мы не остались в этом мире тьмы. Хотя мы живем и иногда думаем, зачем я живу. Но Бог, Он показал, явил разницу жизни в мире без Него и в мире с Ним. Поэтому мы можем продолжать жить в этом обществе, в этом мире, но уже во свете. Зная правду Божью, делая Его дела на этой земле, чтобы мир познал, что Бог есть. И Он велик, и Он другой, Его сердце другое. Как много людей сегодня живут, и в своем сердце они постоянно конфликтуют сами с собой, делая преступления, поступки, достойные наказания, и не могут с этим справиться. Хотя Бог не создавал человека изначально с грехом, с желанием решить. Нет, это уже природа Адама. Дьявол использовал человеческое тело для того, чтобы искусить человека, человеческую душу и ввести в грех. Но Бог, зная, что мы не всегда можем справиться с искушением, Он, зная, что мы немощны в своей плоти, в своей душе, Он дал нам подкрепление, дал нам силу. Послал своего Сына Иисуса Христа в этот мир, чтобы Он стал за нас ходатаем, чтобы Он стал за нас жертвой за наши грехи, и дал нам свободный доступ к престолу Божьей благодати. Поэтому мы считаем, что Он пишет, говорит, я хочу, чтобы вы не грешили. Это естественно, это нормально, это хорошо и правильно. Но Он говорит, но если даже все грешили, то у вас есть ходатай, у вас есть праведник, Иисус Христос, который сегодня одеснует Бога Отца, и ходатай стоит как первосвященник за нас с вами. Знаете, это милость Божия совершила это, потому что на самом деле по Писанию в размезии за грех смерть. Но дар Божий написано, жизнь вечная во Христе Иисусе. То есть мы получили как дар от Бога прощение грехов, примирение с Ним, не по заслугам нашим, не по делам нашим, а по Его изволению, по Его любви. Но для чего? Мы читаем сегодня в контексте, что Он говорит, если бы мы получили умилостивление, если бы мы получили благодать быть прощенными, то для чего? Чтобы исполнять заповеди Божьи, чтобы жить для Бога, чтобы уже не для себя жить, а для Него. Почему? Потому что когда мы исполняем Его заповеди, тогда можно сказать, тогда я познал Бога. Потому что Бога познать без исполнения Его заповедей невозможно. Просто знать заповеди, что они есть, это, ну, все знают. Большинство людей знают, что есть заповеди, которые Бог проговорил. Но только исполнитель заповеди Божьей, он действительно может понять Бога, понять Его мысли, понять Его сердце, разобраться в путях жизни. Это возможно только тогда, когда человек начинает исполнять то, что написано в Библии. Для человека это становится естественным, когда он практикует это каждый день. Знаете, иногда для человека трудно бросить какую-то вредную привычку. Но когда он ее уже бросает, то для него это становится естественным жить без этой вредной привычки. И он думает, как я мог в этом жить, как я от этого не мог освободиться. Все очень понятно и просто. Но до момента, пока он не принял решение начать бороться с этим, сражаться с проблемой, ничего не происходило. Поэтому сегодня, друзья, я вас ободряю быть во свете Божьей. Начинать практиковать заповеди Христа. И самая главная заповедь, которую он говорил в своем слове, это возлюбить Бога всем сердцем, всей душой, разумением своим, всей крепостью этой силы и ближнего, как самого себя. Потому что он говорит, если мы хотим быть во свете, или же говорим, что мы во свете, но ненавидим брата своего, то мы обманываем сами себя, и истины в нас нет. Но если мы во свете, если мы любим своих ближних, то мы тогда не будем иметь преткновения. Тогда будет все хорошо в жизни. Аминь. Я хочу вас обудрить сегодня на это слово, чтобы вы его исполняли, начали применять в своей жизни. И я верю, что вся ваша жизнь изменится. Поэтому сейчас мы будем с вами молиться, попросим Бога это слово оживотворить в нас, чтобы мы прожили этот день вот с осознанием этого слова, с откровением свыше, и получили еще больше веры в наше сердце во имя Иисуса Христа. Молитесь со мной или принимайте эту молитву. Отец, благослови сейчас каждого телезрителя. Я молю Тебя, чтобы Твоей благодати сегодня, Божия, было излито очень много для каждого человека, чтобы все могли принять эту силу, вырваться из соблазнов, грехов и не грешить больше, и следовать за Тобой, и исполнять Твои заповеди, и быть во свете. Боже, прошу Тебя, дай силы каждому вырваться из оков ненависти к ближним своим, и прийти в любовь, прийти во свет, Господь, научиться любить ближнего, как самого себя, и Тебя всем сердцем и душой, и разумением своим, и крепостью своей, Божией. Я молю Тебя, благослови, Господь, чтобы это слово ожило в каждом человеке, чтобы мы жили сегодняшний день, Господь, этим посланием, этим откровением. Дай, Боже мой, каждому размышляя, прийти к откровениям жизни через это послание. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И также хочу помолиться о вас. Я верю, что этот день особенный, благословленный Богом, и я верю, что в этот день вы можете получить от Бога ответ на свою молитву и на свою нужду. Во имя Иисуса Христа. Если у вас есть проблемы в теле, в душе, в жизни, просто примите верой, и я буду молиться о вас. И я знаю, что Бог коснется в вашей жизни, и что-то изменится обязательно сегодня. Просто примите верой. Боже, благослови сейчас каждого телезрителя. Я молю Тебя, чтобы то, в чему они нуждаются, пришло с неба от Тебя. Потому что Ты сказал в Своем Слове, что всякий дар совершенный, и даяние добрые, не сходят отца света, в которого нет ни тени перемены. Боже, я молю Тебя, благослови, чтобы сейчас силой Твоего Слова были разрушены оковы сатаны в жизни этих людей во имя Иисуса Христа. Чтобы каждое время, которое не от Тебя, было сокрушено прямо сейчас. Сойди, Господь, Твоей силой и славе, и яви Свою милость, Господь. Да уйдет всякая немощь и болезнь из жизни этих людей. Да придет исцеление в их кости, в их тело, Господь, в их душу, Господь. Я молю Тебя, Боже, восстанови, мой Бог, все то, что разрушено, потому что Ты понес на крест наши немощи и болезни, наши грехи и беззакония. И поэтому сейчас я молю Тебя, Боже, коснись Твоих детей, чтобы они увидели Твою любовь, Твою заботу, Твою милость, Господь, во имя Иисуса. Да восстановятся отношения в жизни каждого человека, во имя Иисуса Христа. Дай мудрость, Господь, разобраться в проблемах в своей жизни, во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя, направь, покажи путь, Господь, чтобы Твои дети увидели, каким путем идти нужно, чтобы выйти из проблем, чтобы разрешить ситуации в своей жизни во имя Иисуса Христа. И всякая нужда, которая есть в жизни этих людей, да будет разрешена сверхъестественно, Господь. Потому что Ты благой Бог, любящий Своих детей, дающий времена плодоносные, Господь, дающий жизнь с избытком, Господь. Слава Тебе, мой Бог. И да будет Тебе вся честь, хвала и благодарение. Отец и Дух Святой. Аминь. Я верю, что Вы сегодня приняли хорошее послание на этот день. Живите этим, размышляй над этим. И доверяйте Богу в своей жизни, в своих обстоятельствах. Но если Вы получили чудо в свое сердце, в свою душу или тело, обязательно воздайте славу Богу. И пусть Бог благословит Вас с миром Божьим. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!